Что касается уже изданных книг, в интернете, на моем официальном сайте, это ссылка на него, 3W, латинскими маленькими буквочками, «Есанин» и с точечкой «всёслитно.ру». Там написано, что являюсь автором около ста или свыше ста книг и около ста текстов для песен. Но изданных-то книг и книжечек, и книжоночек маленьких, наверное, не больше семидесяти, а написанных, еще не изданных, вот, восполняет очевидно это число. Книги приобрести можно сейчас, насколько мне известно, в московских храмах распространяется, в частности, в Новоспасском монастыре, вот было, насколько мне известно, в Сретенском, в Лавре, в Свято-Троицкой, в Сергиевом Посаде. Это встреча, избранная в двух томах. Стихотворение, баллады и драма в стихах, я бы сказал бы, роман в стихах, «Дань Мономаха». Это роман о Владимире Мономахе, остросюжетный, мелодраматический, ну, сам перечитывал недавно, поэтому уже говорю, в общем-то, отрешаясь от собственного авторства, что как-то вот читал с интересом. Поэтому просто вот кто любит историю, историю Руси, и хотел бы знать, почему именно Русь называют святой, то вот советую прочитать эту драму «Дань Мономаха». Хотели её поставить в театр, но говорят, сейчас несколько другой репертуар, и ставить её сложновато, потому что, ну, в классическом варианте написано, большая драма. Это встреча, избранная в двух томах. Око за око исторический роман. Он должен быть практически, наверное, сейчас во всех светских магазинах, потому что издательство «Веча» организовало его издание. В Московском доме книги он точно есть, и в Московском доме книги «Молодой гвардии», и в Московских домах книги. А встречу – это издательство «Сатис». Ну и даст Господь сейчас, вот если удастся издать новые книги, если вот в это в кризисные тяжёлые времена, то следите просто Евгений Санин «Тайна Рубинового креста», продолжение «Тайна Рубинового креста». Православная циклопедия для самых маленьких, к сожалению, уже вся разошлась, весь тираж, есть желающие издать её, но просто сейчас средств у нас на издание полноцветной этой книги нет. Вышла в двух красках и разошлась просто непонятным образом. За 3-4 месяца склад уже был опустевший. Много сейчас ещё предстоит работ и над тем, что задумано, продумано, но, к сожалению, состояние здоровья последнего, особенно 4-5-6 месяцев, не позволяет сесть плотно написать прозу. Даже уже около года я прозой не занимался. Баллады шли, поэмы маленькие. Поэтому тут тоже молитвенной помощи прошу. И могу только одно сказать, что можно перечислить, конечно, и по названиям. Там скажут, что роман такой-то, повесть такая-то, поэма такая-то. Могу сказать, что около 10 направлений, включающихся несколько романов. Это остросюжетные романы, исторические и современные. Всё вместе в себе включающие, историко-современные. Вот если кто видел фильм «Визит Минотавру», вот там вот двойной как бы пласты, современные, исторические. Вот в таком ключе обычно работаю. Это уже очень много написано к этому картотеке, как я её называю, то есть черновиков тезисных. Но пока, к сожалению, здоровье не позволяет всё это прописать. Можно просто сесть. Тут начинается сермяжный труд, который требует, как кто-то сказал писателю, помимо всего прочего, нужно ещё недюжинное здоровье. Вот поэтому я прошу молитвенной поддержки у всех, кто, если что-то читал и хочет увидеть новое, а по десяти направлениям ещё хотелось бы поработать. Много продуманного, много написанного, частично прописанное, скажем, роман Динари Кесаре «Продолжение тайны Рубинового креста». Частично прописан уже несколько лет роман «Апостол». Это собирательный образ апостола, очень деликатная, это остросюжетная линия событий первого века. «Солнце правды». Это продолжение «Колесницы Гелиуса», вот «Ока за ока завещания бессмертного». Это то, что касается романов. Просят стихотворения новые писать и для песен, и просто так. И тоже Александр Парыкин просит небольшие стихотворения новые, хотя я говорю, Саша, ну, посмотри больше тысячи стихотворений, найди оттуда что-то. Ну, будем надеяться, что найдёт. Другие сейчас пишут и на то, что есть. Поэмы хотелось бы новые написать, ну, как Господь сподобит, сколько по времени, по силам, на всё воля Божия. Поэтому, ну, молитвенная помощь, она всегда цена, и, собственно говоря, работа не для себя, для Бога и для вас, дорогие слушатели, читатели, для назидания, для детей, для взрослых. Пометуя то, что сказал Ладок Иоанн, спасайте детей, и помня о том, что Господь сказал, что задача каждого христианина – это идти и проповедовать Евангелие о всякой твари. Своим жизненным примером, в первую очередь, словом. Вот кто, как может, Господь, если сподобит и написать. То, что касается баллад, вот для примера, то, как удалось сделать рассказы в стихах. Материнский совет. Провожала сына мать в дальнюю дорогу. Будут беды нанимать, обращайся к Богу. Сын в ответ махнул рукой, как всегда беспечно. Это ты с мольбой такой донимаешь вечно. Год промчался без забот, так сказать, без грома. Сын попал служить на флот, мать молилась дома. За землею острова, а за морем море. Материнские слова позабылись вскоре. Но однажды, под устав, разморенный югом, сын забрался в батискав с нерадивым другом. Здесь они тайком от всех крышку завертели и, не пряча громкий смех, выспаться хотели. Крепким был матросский сон. Только сын проснулся. Вдруг почувствовал он, батискавка чнулся. Что это за шутки там? Напряжен и чуток. Он спросил, и тут друзьям стало не до шуток. Их подняли в вышину, опустили в воду. И пошли они ко дну, набирая ходу. Затрещала голова. Стал несытным воздух. Сын уже живой едва. Вспомнил небо в звездах. Воздух покатилась. Не поймать. Самая большая. И звезду стояла мать. Плачем провожая. Вспомнив вдруг ее совет в дальнюю дорогу, сын впервые в двадцать лет помолился Богу. В это время, дав приказ батискав проверить, командир ушел на час, время сном измерить. Только вдруг, журнал достав, слышит он в каюте. Поднимайте батискав. В батискафе люди. Огляделся командир. Это что-то ново. Стулья, стол, кровать, мундир. Никого живого. А в ушах опять приказ. Так что кровь взыграла. Голос громче в этот раз, чем у адмирала. Командир наверх скорей. Из своей каюты и в безвестности своей потекли минуты. Ждали люди, ждать устав, напрягались тросы. Наконец, всплыл батискав, а внутри матросы. Что им командир сказал? Повторять не гоже. Главное, что повторял сын одно и то же. Он, совет совсем не зря, мать дала в дорогу, без конца благодаря обращался к Богу. Еще одна баллата называется «Чудесная дата». Здесь в книге есть сноска. Написано на основе подлинного случая. Это случай в тюрьме произошедший. И так как нет у меня возможности посетить в темнице сидящих, то вот благодаря вот этим стихам иной раз и получается, что посещаешь. И бывают даже ответы. Вот матушка супруга священника одного говорила, в общем, и она тоже письма получала. И как-то мне даже зачитывали письмо, что слушали стихи ваши, ну то есть мои стихи. И, в общем-то, некоторые даже плакали. Особенно прослезился. И вот тут вот, ну не знаю, как это, ну смех сквозь слезы. Наш самый большой авторитет, которого зовем преподобный. Ну это вот так вот, как говорят, кличка у них или как преподобный. Бывает и такое на духовные стихи, вот такая вот реакция. А стихотворение чудесная дата. Тюрьма не место для рыданий. Устав однажды бывший вор без писем, с воли и свиданий, сам себе вынес приговор. Был за окошком двор завьюжен. И думалось с тоской ему. Зачем мне жить, когда не нужен? Я в этом мире никому. Жена и дети позабыли. Родителей давно уж нет. Друзья, они, конечно, были, но миновало столько лет. От неумения до сноровки всего лишь несколько минут. Он сплел подобие веревки и ждал, когда лишь все уснут. Вокруг затихли разговоры. Как только провалились в сон мошенники, убийцы, воры, за дело сразу взялся он. Он натёр петлю казённым мылом, всё приготовил, рассчитал, не видя, что в углу унылом один сокамерник не спал. Огромный, молчаливый, малый, четыре срока, двадцать лет, то есть рецидивист бывалый и, так сказать, авторитет. Он в эту полночь, как на счастье, под дружный храп на всю тюрьму, болели ноги на ненастье, всё видел и сказал ему. Но и чего ты так добьёшься? Что? – оглянулся бывший вор. Войдя, считаешь, не вернёшься? Так это, понимаешь, вздор. Авторитет было известно. Гораздо лучше всех послов, не говорящих бесполезно, знал цену высказанных слов. Его считали, правда, странным. Уже лет пять из-за того, что словно домом вдруг желанным тюремный храм стал для него. Он сел, набросил одеяло, руками крепко ноги сжал и так, что вору зябко стало, невозмутимо продолжал. Наложишь на себя ты руки и кончишь с горькой судьбой? Нет, брат, ты только эти муки навечно заберёшь с собой. Ты думаешь, мне легче, что ли? Или я б давно уже не мог избавиться от этой боли? Но жизнь нам вечную дал Бог. Авторитет в тюремном храме служил алтарником не зря. Он краткими, как в телеграмме, словами сеял, говоря, так что напрасно, не старайся. А как мне с горем быть своим? Сходи на исповедь. Покайся. А дальше? Дальше? Поглядим. Он лег и молча отвернулся. Мол, все, закончен разговор. И тут как будто бы очнулся от наваждения бывший вор. Что было дальше? В воскресенье он, удивляясь себе сам, зашёл, преодолев смущение в тюремный православный храм, иконы, свечи и лампады. На аналое спас Алик молящихся такие взгляды, в которых боль, мольба и крик. Авторитет, прошедший мимо, прихрамывая, как всегда, сказал, и тут невозмутимо. Иди на исповедь туда. Вор как-то робко подчинился, и сам, не зная почему, стал говорить, в чём не открылся и адвокату своему. Как между небылью и былью был этот час и льмиг всего, и, наконец, и Петрахилью покрылась голова его. С тех пор прошли две-три недели. Забрав последнюю метель, на воле птицы загалдели, из крыш закапала копель. Как и положено весною, светлее стало всё вокруг, жизнь проходила стороною, то есть как прежде. Только вдруг, с многозначительной ухмылкой, позвав его, сказал сосед, тебе там два письма с посылкой, наверное, с чем-то на обед. Мне? Но не мне же. Вот тетеря. Всё это было словно сон. И вот, уже себе не веря, всё получив, и, правда, он читал за поем весть из дому, от сыновей и от жены, и надо же ещё такому, от друга из чужой страны. Перечитав до букв листочки, он на конверты посмотрел и здесь всё изучил до точки, взглянул наверх и обомрел. Он сразу не поверил даже, но дата отправления там везде была одна и та же, тот день, когда пришёл он в храм. Сокамерники поздравляли, передавали свой привет, всё, что в посылке разбирали, а он ни слова им в ответ. Потом зашлись от содроганий и плечи, да на много дней тюрьма не место для рыданий, но исключение есть и в ней. Заканчивая эту балладу, хочу сказать с того, с чего я начинал, это был действительно доподлинно известный случай, когда именно вот эти письма все пришли к одному из заключённых. Судя по отправлению по почтовому штемпелю, они были отправлены именно в тот день, когда он впервые в жизни пришёл на исповедь и покаялся в содеянных грехах. Вот ещё очень дорогое для меня стихотворение баллада, это называется «Высшая мера». Мне и говорили, зачем ты «Высшая мера» называешь, вот в интернете выставлена книга «Высшая мера». Балладой назвал «Высшая мера». И так тяжело сейчас жить в этом мире, и так, а ты ещё «Высшая мера». Имеется-то совершенно другое. И вот сейчас я дочитаю эту балладу до конца, и только тогда будет понятно, почему я назвал её «Высшая мера», и что здесь не страшная, а наоборот утешительная. Это рассказывается о тех святых новомучениках российских, которые отмаливают сейчас нас и нашу страну в это кризисное духовное время у Бога. Он без Христа никак не мог. Во всём и всем Ему был Бог. И тут за жизнь по вере Его вдруг к высшей мере. Правда, судья сказал потом, ты должен искупить трудом. Но что, было неясно, а уточнять опасно. И шёл по множеству дорог, кому во всём и всем был Бог. Голодный, полуголый, махал киркой тяжёлый. Он был смиренный, как никто. Его же били. А за что? Опять не говорили, и только били, били. Один единственный предлог для истязателей был – Бог. И много подтверждений для горестных суждений. Он поменял немало мест, и всюду первым делом крест срывали, что из щепок бывал и так некрепок. И он понять никак не мог, за что так ненавистен Бог всем тем, кто рушил храмы и полнил ими ямы. Не осуждай врагов своих, сказал сосед, ведь через них, то, Господи, помилуй, творится вражьей силой. И он тогда просил, как мог, чтобы помиловал их Бог и вновь махал киркою, слабеющей рукою. А после шел он на расстрел. И хоть пожить еще хотел, в последнюю дорогу во всем предался Богу. И не оставил его Бог, и умереть ему помог. Спасаясь из неволи, он не услышал боли. Освобожденная душа рванулась к Господу спеша, где Бог в свои объятия принял ее с распятия. И тот, кто без Христа не мог, вдруг понял, что дарует Бог ему за жизнь по вере блаженство в высшей мере.